Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парли Пименон, книга хроник или летописи, и мы будем читать девятнадцатую главу. Это небольшая глава, в ней 11 стихов, и в ней рассказывается о том, как прозорливец Ииуй обличает Исофата, царя иудейского, это с первого по третий стих, и с четвертого стиха по одиннадцатый рассказывается о том, как Исофат назначает судей в города Иудеи. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И возвращался Иосаф, царь иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалиме», то есть после событий, которые описаны в 18 главе, «и выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Исофату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?» Ахав точно был нечестивец, потому что он уничтожал пророков Божьих, он всячески преследовал пророка Илью, так что в какой-то момент пророк Илье казалось, что он один остался из пророков, хотя там был и Михей, и были сокрытые пророки Божьи. Остаток Божий всегда сохраняется. «За это на тебя гнев от лица Господня, что ты пытался помогать Ахаву». Конечно, он бесполезно пытался, потому что Ахав погиб. Третий стих. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». То есть Господь не просто ищет какие-то обвинения на нас, но Господь ищет, а если что-то доброе в нас, чтобы как бы соразмерить то плохое, что мы делаем, и то доброе. Василий Кисарийский в трактате о смирении пишет, «Если увидишь ближнего согрешающим, не на это одно смотри, но размысли, что хорошего он сделал или делает. И часто, исследовав все целиком, а не судя в частности, ты обнаружишь, что он лучше тебя. Ибо и Бог испытывает человека не в частности. Ибо я, — говорит он, — дела и помышления их приду собрать». Это у прока Исаии сказано, 66-18. То есть Господь судит о каждом из нас не только по нашим дурным поступкам. «Василий Великий далее продолжает, и Исафату, сделав некогда выговор за настоящий грех, вспомнил и его заслуги, говоря, «Впрочем, и благие слова найдены в тебе». То есть Господь не отрожествляет нас только с теми ошибками, которые мы совершаем. Нам, людям, свойственно как бы запоминать того или иного человека. Например, мы видели его в каком-то неприглядном виде, нам кажется, что он годами остается в таком же состоянии. Но это наша фантазия, это некое такое бесовское наваждение, ложное суждение. Себе мы всегда находим извинения, даже если мы совершаем совершенно отвратительные поступки. А надо научиться находить извинения другому человеку и выискивать в человеке не только плохое, но и хорошее, как во дне Иисуса Христа была такая пословица «Суди о каждом человеке с лучшей стороны». И мы читаем далее. «И жил Исофат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу, отцов их». То есть он действовал как проповедник. «И поставил судьи на земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе». Это были религиозные судьи, которые судили по закону Божию. «И сказал судьям, смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда». То есть суд – это всегда дело Божие, поэтому если судья руководствуется командами сверху, снизу или как-то еще, это нечистивится. Седьмой стих. «И тогда будет страх Господен на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И блаженный Августин, это одно из его посланий, писал «Следовательно, не сомневайся в том, что эта наша обязанность происходит из веры нашей, ибо Господь Бог наш, у Которого нет неправды, и Кому принадлежит верховная власть, и Который не только видит, каков есть каждый на данный час, но и предвидит, каким он станет впоследствии, и Который единственный не может ошибаться, только Господь не ошибается, в своем всеведении все же поступает так, как говорится в Евангелии, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных». О чем это рассуждение Августина? «Да, Господь знает, кто из нас праведный и кто неправедный, но даже Он по отношению к нам действует нелицеприятно. Свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных». Также и судья, человек, обреченный во власть суда, он не имеет права с пристрастием входить в рассмотрение какого-то дела, он должен как бы стержать божественное бесстрастие. И далее мы читаем, «И в Иерусалиме поставил Иесофат некоторых из левитов и священников и главпоколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам». Потому что суд – это важное дело, это дело Божие, поэтому он ставил людей, в которых был уверен. И возвратились в Иерусалим и дал им повеление, говоря, «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем, во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих. О кровопролитии ли или о законе, заповеди, уставах и обрядах наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите». И вот Амария, первосвященник, над вами, во всяком деле Господнем, и Зывадия, сын Исмаилов, «Князь дома Июдина, во всяком деле, царя и надзиратели Левиты пред вами, будьте тверды, действуйте, и будет Господь с добрым». Здесь мы видим, что над судьями, над правителями стоял первосвященник Левиты. То есть все эти суди и правители, военачальники, они имели духовных наставников, духовных отцов, и первым таковым был первосвященник, то есть патриарх Ветхозаэтной Церкви. И каждый имел право в каких-то сложных случаях обращаться к нему за подсказкой, как лучше совершать суд, ибо суд — это дело Божие. Как книги царств, так и книги Паральпоменон — это книги, которые научают людей принципам политической теократии. Поэтому эти книги надо преподавать в каких-то высших правительственных учебных заведениях, для мэров делать какие-то семинары, для министров, там, замминистров. Потому что в этих книгах содержится механизм, как управлять правильно, и показывается, как управлять неправильно. Поэтому, если среди ваших знакомых есть люди, обреченные во власть, рекомендуйте им внимательно просмотреть все эти уроки, как книги царств, так и книги Паральпоменон — первая и вторая. Субтитры создавал DimaTorzok